То, что теперь Шимон говорит, «Слуги, рабы, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». 1 Петра 2,18. Мы на эту тему так вообще не подробно. Несколько учений у нас, скажем, сидели на этих стихах, разбирали это применительно к жизни, отношения тех, которые трудятся на производстве, на работах, отношения к своим верующим начальникам, шефам неверующим. У нас есть отдельное на эту тему учение. И вот здесь говорится об этом. «Слуги, рабы, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким». Да, есть добрые, есть кроткие, но и суровые. То есть помним то время, это был первый век, да, что было в Римской империи, какое было состояние рабов, что они могли делать, что не могли делать. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делая добро и страдая, терпите». Опять мы видим, страдая и терпите. Хотим мы это замечать, не хотим. Можем злиться, можем не злиться, можем принимать, можем не принимать. Об этом говорится. «Это угодно Богу, ибо вы к тому призваны. Потому что Мессия пострадал за нас, оставил нам пример, да мы шли по следам Его». Вот. И 25 стих. «Ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились на не к пастырю и к блестителю душ ваших». «Спасибо тебе, дорогой Господь». Поэтому в глазах Бога каждый человек, раб ли то он, или свободный, и в наше время каждый человек – это не вещь, это не имущество, это не инвентарь, это не средство для использования для себя, это не средство для угождения себе. люди – это не средство для использования, продвижения в себе в служении. Мы тоже с этим сталкиваемся. Это тоже такая грань, где мы можем людей использовать просто действительно как какую-то единицу, административную или духовную, как какой-то ресурс. И чтобы росло наше служение. А как это происходит? Когда мы просто делаем это закрытыми глазами, и люди у нас просто как способ достижения наших каких-то целей, нашего успеха. То есть люди как способ достижения. Поэтому это тоже неправильно, с этим нужно бороться. Тут есть у нас совесть, и Бог может нам показывать наше искреннее отношение к людям, наши мотивы, совесть у нас к развлечению добра и зла. Поэтому новозаветная община, она разрушала все эти барьеры, все эти твердыни, все эти преграды, все эти законы смертельной личности человека, которые были в то время. И Иешуа сказал, я пришел спасти погибшее. Помните? Вот в это время пришла Бессаратова, пришла эта радостная новость, известие, что Иешуа Мессия, он умер, и он воскрес. Да, он вознес тело свое на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. И давайте, пожалуйста, еще одно место откроем. Римлянам 15 глава. Здесь написано о том, что Павел пишет римлянам, там были евреи, неевреи, мессианским, и он говорит 25 стих. То есть это, где показывает нам, говорит о том, что вообще в то время люди, они, действительно, когда мы читаем Деяния, да, вторую главу и дальше, они имели всеобщее, и если была нужда у кого-то, они делились, чтобы было каждому по достатку в свою меру. Поэтому в первой мессианской верующей очень много было бедных, нуждающихся людей, нищих, их называли, ну, святые, вот, и многие из них были рабами. Смотрите, 25-26 стих. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, да, ибо, ну, не святым мощам, сейчас в храме Господнем в Иерусалиме, да, вы понимаете, то есть, все, кто из вас был, вот, я там стараюсь бывать, когда приезжаю в Иерусалим, идти в место, где действительно был распят Господь, возле места Голгофы, где, конечно, очень сильное Божие присутствие, и когда там мы видим много паломников, и там же множество разных церквей находится в этом храме, то, понятно, мы не, мы не служим святым мощам, и тем более, тогда этого не было, а Павел, он шел служить святым, и кто же такие святые, ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Это очень сильно теологическое место. И вообще, все, что связано с развитием первой еврейской мессианской общины, какие у нее были цели, к чему она стремилась, какого она искала богатства, и что она хотела. Между бедными, для бедных между святыми и Иерусалимами. Это не значит, что они были ленивые, это не значит, что они не трудились, они понимали, что они служить должны для Господа, трудиться, и то, что я сказал чуть раньше, то, что в деяниях написано, как они все распределяли, вот, но они любили Господа, они были все вместе, они были в любви у всего народа, они собирались по домам, собирались в храме, да, были в учении апостолов, в преломлении хлеба, кушали, общались, радовались, поклонялись Богу, и были в молитве, и написано, что Господь ежедневно, я когда об этом подумаю, ребята, Боже, чтобы это просто время ускорилось и пришло просто, Боже, чтобы наши глаза увидели, чтобы наши дети это увидели, наши внуки, чтобы Твоя правда, она засияла, вот, в ранних мессианских общинах могло быть так, что раб, он мог быть даже одним из руководителей общины, а его хозяин, у которого он работал, он быть, мог быть обычным там, членом общины, вы понимаете, то есть, ну и сейчас, безусловно, да, поэтому, когда Ешоа об этом учил, и потом, когда его учения распространялись об этом, конечно, это было что-то революционное, и нужно было время, нужны были века, прежде чем отмена рабства она стала возможной, то есть, должно было какое-то время, вот, ну, это произошло, и спустя веков, действительно, это рабское положение, оно, отношение к людям, оно начало постепенно меняться. Ефесянам 6 глава, Ефесянам 6 глава, Ефесянам 6 глава, 9 стих, Немножко хочу здесь еще на место взять это и другое о руководителях, о господах, значит, смотрите, 9 стих, И вы, господа, поступаете с ними, то есть, с рабами, также, умеряя строгость, зная, что над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятий. Вот я, когда разговариваю с людьми, которые являются руководителями производств каких-то и там отвечают за какой-то отдел где-то у себя на работе, вот, и у них есть подчинение какие-то люди, вот, то, безусловно, чтобы они понимали свою часть и ответственность, они не могут быть вообще не одни, а на работе другие. поэтому эти стихи, они очень сильно отрезвляют, чтобы в свою меру была умеренная и строгость, и правильное руководство, что они должны понимать, что эти люди, с кем они трудятся, это не средства для достижения своих целей. И Колоссянам, Колоссянам, четвертая глава. с первого стиха. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Оказывайте рабам должное, все, что необходимо для того, чтобы эти люди работали, все, что необходимо, чтобы создать условия труда, все необходимое, чтобы для нашего служения, конечно, для нашего служения, у нас, например, в нашей общине мы не очень богатая община, потому что как бы из-за того, что материальное такое обеспечение и люди работают не такие большие зарплаты, не такие большие доходы, и безусловно, это отражается на десятинных приношениях, конечно, бывают случаи, когда Бог очень сильно благословляет, но как бы по мере того, как мы хотим что-то вообще не приобрести, а по мере какого-то движения, роста, требуется больше каких-то новых дополнительных вложений средств, имущества, или старое что-то изнашивается, ну, например, у нас в общине хорошо ли это плохо, я не знаю, но у нас долгое время вообще не было своего транспорта вообще, у нас сейчас недавно харьковчане благословили автомобилем Нивой, которой 25 лет, это наш единственный общинный транспорт, это так, ну, опять же, можно судить это плохо или хорошо, но как-то мы выкручивались, как-то мы вы понимаете, но несмотря на то, я думаю, что это хорошо, это в свою меру, это хорошо, по крайней мере для нас, потому что если бы я немножко был другой, или как бы мы начали без ка чего-то другого, мы бы могли потерпеть поражение и все, а потом подниматься очень тяжело, поэтому из-за того, что у нас наши сердца, они, мы были довольны тем, что мы имеем, как написано, да, у Тимофея, имея пропитание и одежду, будем довольны, правда? Конечно, мы должны развиваться, и когда к нам приходят какие-то деньги и какое-то материальное благословение, то, безусловно, это очень хорошо, это хорошо, что мы были щедры на всякое, на доброе даяние, да, чтобы мы были страноприимны, чтобы мы были гостеприимны, чтобы мы могли, ну, как бы, тратить мудро эти деньги на служение и так далее, вот, поэтому это все необходимо, но мы понимали, что мы не можем перепрыгнуть через что-то и не надо к этому сильно бежать и стремиться, вот, да, будем постепенно двигаться, поэтому, вот так вот у нас, господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах, будьте постоянны в молитве, это конкретные повеления, то есть молитва это то состояние, которое приводит нас в состояние бодрствования, это всегда, дальше написано бодрствуя в этой молитве, не спать в молитве, а бодрствовать в молитве и с благодарением, молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, ага, то есть есть еще повеление, повеление, да, дополнительное не только о рабах, но и также о наставниках, молитесь, чтобы Бог отверз нам дверь для слова и так далее, и пятый стих, со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем, со внешними, то есть, по-разному можно прокомментировать, вот, что в оригиналах говорится, слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, то есть с кем бы мы ни общались, какие люди бы с нами не были вокруг нас, очень важно, чтобы они в нас видели действительно верующих людей, потому что есть разная категория людей, есть категория людей, если Иешуа пришел спасти погибшее, да, и можно увидеть, что во многих общинах, церквях есть подавляющее большинство людей, которые действительно нуждающиеся, вот, много людей с прошлыми зависимостями, ну и так далее, вот, но есть категория людей, которым тоже нужен Бог, которые нуждаются в Боге, да, потому что вроде бы, видимо, у них все хорошо, то есть, мы можем думать, что мы хотим материального благословения, чтобы нам запломбировать зубы или поставить новые зубы, да, и ну для этого нам нужна не одна сотня гривен, а другой богатый человек, более-менее обеспеченный, скажет, зачем мне Бог, у меня есть несколько сотен долларов, я себе пойду и спокойно поставлю зубы, правда, вот, но это не значит, что этот человек имеет Бога, и на самом деле он очень нуждается, вот, поэтому есть разная категория людей, и когда, вот я с ребятами говорю о том, чтобы вы очень аккуратно, действительно, ну так, благоразумно, как написано, мудро, пользуясь временем, в разное время, будьте внимательны, аккуратны, чтобы вы, когда общаетесь с неверующими людьми, когда вы ходите в какие-то структурные организации, управления, встречаетесь с какими-то начальниками, строите какие-то взаимоотношения, заключаете какие-то сделки, чтобы вы были честны, чтобы вы были искренни, чтобы вы, я знаю таких людей, вот, и у нас мы это тоже практикуем, что если, допустим, человек, который занимается предпринимательством или бизнесом, то есть он старается выполнять все, что здесь написано, да, но также, если совершается какая-то сделка, то вплоть до того, что они берут посты и просят, чтобы духовная власть за это помолилась и благословила, то есть вы понимаете, то есть насколько, естественно, когда духовная власть молится, то она же должна же понимать, за что она молится, то есть естественно, она должна вникнуть в этот вопрос, то есть вы понимаете, это такая часть, это тоже бремя, бремя от Господа, об этом Библия говорит, чтобы мы это тоже не упускали, вот, то есть у нас не так с вами много времени заниматься ерундой, у нас с вами одно время, чтобы служить Господу, вы понимаете? Да, правда, поэтому сколько у нас может быть? Да, 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 вопросительный вопрос, надо записывать одесские перлы, вот, случайно придумал, я не знаю, это как-то, ну, так и... А еврейская идея? Да, я хотела вот спросить, первой любви, которая, вот вы, да, вот, вы говорили, что первое время, вот, вы были влюблены, ну, как бы, это первая любовь, везде в служении, везде участвовать, но как Писание нам четко говорит о том, что если мы теряем первую любовь, второе откровение, то сдвигается светильник наш, то есть, я уверена, что Писание говорит, что невозможно потерять первую любовь, то есть, мы должны тогда каяться, ну, я не знаю, что я, это у меня всегда вопрос в сердце моем Господу, как сохранить первую любовь, бывают такие моменты, но я просто не хочу жить без первой любви, вообще, зачем, если ты не влюблена в Господа, да, зачем вообще тогда жить, просто первая любовь уходит и приходит, что уже тогда, просто то, что ты должен, или то, что ты, какие-то, да, но когда есть влюбленность, первая любви в Господа, да, ты просто будешь служить от любви прежде всего, говорить, жить, скажу честно, я отчасти с тобой согласен, отчасти не соглашусь, потому что, объясню, я сейчас объясню, почему, потому что для меня первая любовь, ну, как бы я об этом говорил немножко, она для меня имеет очень огромное значение, с первых дней моего служения Богу, и я помню, как я горел и как я остывал, и я услышал однажды, ну, вот, то есть, как бы, когда я, допустим, какие-то, слышу такие вещи, которые касаются меня, они как вот, ну, вот я их запоминаю, все, они становятся как-то внутри меня, и я стараюсь эти слова, или эти фразы, или это места из Писания, вот, буквально применять, они у меня всегда в памяти и фокусе. 2 Тимофея 2 глава, Павел говорит Тимофею, 7 стих, «Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». И дальше, «Помни Адуная Ишуа Гамашиах, помни Ишуа Мессию от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благоствованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божьего нет уз. Помни Господа Ишуа Мессии». Можно посмотреть разные толкования, они могут быть правильные и истинные, но одно из толкований, которое я услышал от одного проповедника, который к этому месту из Писания рассказывал очень интересные истории со свидетельствами, и действительно, меня это очень сильно коснулось, если это служитель, у которого есть плоды. Он говорит, обратите внимание, Тимофей это был достаточно хороший ученик Талмит у Павла. И Павел очень любил Тимофея. Мы знаем все эти наставления, которые он давал Тимофею, хотя он был юный, но чтобы он держал все пророчества, хранил преданное тебе и так далее. Но тут вдруг, когда вот этот проповедник начал толковать это место из Писания, он говорит, вы не задумывались, почему Павел говорит об этом Тимофею, помни Господа Ишуа Мессию? Разве он его не помнил? Разве он не знал, что Ишуа воскрес из мертвых? И потом этот проповедник начал говорить о первой любви. То есть мы никогда не должны забывать первую любовь. Это однозначно. Но по всей видимости Тимофей тоже был человек. Если Павел что-то видел в своем духовном сыне, если он ему об этом напоминает, помни его, и причем еще воскресшего из мертвых, напоминание возбуждает всегда. Поэтому я для себя это вот так, Алена, принял. Отчасти я с тобой согласен, отчасти нет. Потому что мы можем остывать, но это не дает нам права угошаться, потому что действительно нас светильник может быть сдвинут. Вот. Поэтому, чтобы мы всегда помнили. Это всегда отрезвляет, поэтому мы остываем из-за чего? Из-за суеты, когда забота этого мира какие-то... Вот. И все, вы понимаете? И мы начинаем подражать этому миру, обычае этого мира, и все. И постепенно то, что для нас было главным, желанным, то, что горело, оно где-то остывает, приходит увядание, вялость, служение, обыденность, черствое, то, что мы с вами говорили. Ты уже не так молишься, ты уже не так реагируешь на Божье присутствие, ты уже не так поклоняешься, то есть ты уже не так относишься к Слову Божьему, ну и так далее. Вы понимаете? Да. Почему я этот вопрос как бы подняла, ну задала его? Потому что я начала в своей жизни замечать тоже угошение, и мне стало страшно. Мне действительно... Когда страх приходит, это хорошо. Да, мне стало страшно, и я просила Бога прощения по Слову Божьему, и когда мы сокрушаемся, просим у Бога прощения, возвращается, и всегда это любовь первая. Я ее переживаю четыре года, я переживаю в своем сердце эту первую любовь, и мне не хватает. Я хочу еще больше влюбляться в Господа, и я знаю, что это возможно. Нехай тебя Господь рясно поблагословит. Спасибо. Добренько. Первая Петра, пятая глава. То есть мы как Божьи служители, да, мы должны быть очень внимательны к тому, что нам доверил наш Бог, и мы не можем использовать людей, мы говорим об этом для своих целей, для достижения себе, мы не можем сказать, что это дело мое, я все, что с ним захочу, то я и сделаю, понимаете, потому что тоже такое приходит, когда мы говорим, это мое служение, я здесь поставлен, и ты, короче, сюда не вмешивайся, вот, я знаю, что делать, вообще, моя духовная власть тоже знает, что делать, то есть, если человек, допустим, не хочет принимать какую-то помощь, совет, ну, разные ситуации, то есть, я как бы, в общем говорю, что мы можем так привыкнуть, вот, что наше служение, оно вдруг окажется нашим, и все, и мы не способны на какую-то критику, мы не способны на, ну, на правильный взгляд, вот, на правильный анализ, да, чтобы проанализировать то или иное служение, увидеть слабые стороны, что не доделано, увидеть хорошие стороны, и так далее, то есть, человек даже не пускает тебя, как бы, вот, поэтому тут нужно, безусловно, в этом направлении нам бодрствовать, и я задавая себе вопросы в своем пастырском служении, я понимал, что если, вот, Бог меня вот избрал, служить Его народу и служить людям, я не могу быть просто каким-то, вот, знаете, извините за вопрос, это выражение самодуром, вы понимаете, потому что мы, как служители, мы можем, ну, выглядеть так некрасиво перед нашим Божьим стадом, или тогда, когда мы им какой-то подаем негативный пример, вот, или же тогда мы даем какие-то поручения, потом эти поручения, они как-то, мы их забираем, вот, или же, ну, разные причины, вы понимаете? Ну, смотрите, что написано. Пастырей ваших умоляю, я, сопастырь, и свидетель страданий Мессии, соучастник слави, которая должна открыться. спасите Божье стадо, какое у вас. То есть, я еще раз напомню, чтобы мы, я верю в то, что Бог дает, может нам давать людей, за которых мы можем нести ответственность, вникать их в нужды, и быть в какой-то мере для них пастыром. Поэтому это наставление верности и смирения и бодрствия не только для пастырей конкретных, не только для мессианских раввинов, но и послужение. Пастырей ваших умоляю, я сопастырь и свидетель. Пастите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Бога угодно, не для гнусной корости, то, что мы говорили, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. То есть, люди должны видеть нас честных, верных, искренних служителей, не капризных служителей, не служителей, в которых может меняться настроение, и отсюда будет видна какая-то наша глупость и так далее. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Так же и младшие повинутись пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Аллилуйя. Поэтому Бог очень радуется, когда мы с вами стараемся быть теми служителями и наставниками, служителями, пастырями, которые действительно понимают, что от нас Бог хочет, что Он от нас требует, и когда мы понимаем наше Божье предназначение и с радостью, охотно, непринужденно, угождая Богу, мы служим Ему из усердия. И наша душа, она становится прилежной. Наша душа, она хочет служить. Наше отношение к служению, оно не небрежное, но искреннее. это Божий виноградник, мы находимся в этом винограднике, он виноградарь, мы его работники. Он спросит нас, зато как мы трудились, он дал нам таланты, кому 10, кому 5, кому 3, кому 1. Он спросит, как мы использовали эти таланты. Каждому из нас Бог что-то дает. И у каждого из нас он спросит за то дело, которое нам доверило. Мы не можем пренебрегать Божьим делом, не можем использовать Божье дело для гнусной корысти, для использования для своих целей. Поэтому Господь очень радуется, когда мы находимся в таком состоянии, положении, где у нас есть плоды, где мы благодарны Богу, благодарны за людей и, конечно, его желание, чтобы мы были счастливы здесь на земле. Ашрейну, да, счастливый муж, блажен муж, блажен и жены, несмотря на страдания, скорби, у каждого из нас есть своя какая-то теснота. Тин проповедник сказал, у каждого из нас есть свое жало во плоти. Вот, чтобы мы не превозносились, для Павла, конечно, чрезвычайность и откровение, у нас есть какая-то своя теснота, у каждого своя. И это хорошо, когда у нас есть такая теснота, это хорошо, когда у нас есть какие-то стесненные обстоятельства. Стесненные обстоятельства, какая-то такая сжатость, она всегда тебя заставляет. Поэтому помните, когда Ишива учил о том, что вы просите, а не получаете, потому что просите не на добро, а мы думаем, что такое харизматическое исповедание веры, все, что мы просим, мы должны получить. Нет. Нет. Нам не все нужно, нам не все необходимо. Если мы что-то попросим у Бога, и у нас это вдруг окажется в кармане или в нашей жизни, оно может быть для нас просто привести в такое состояние, что мы забудем служение Бога и все. Поэтому не все, что мы хотим, не все, что мы желаем, оно для нас нужно. Мы можем многое хотеть. По человеческим каким-то меркам это может быть и хорошо, но кто знает? Бог знает, почему у меня на сегодняшний день нет этого или другого. Вы понимаете? Многое, что здесь на земле, мы не можем понять, мы не можем узнать. Мы видим, как Бог действует, мы не можем понять, почему здесь Бог так не действует и так не отвечает. Можем видеть, что здесь Бог благословляет одну семью, другую семью, а эту семью как-то по-другому. То есть мы находим какие-то ответы, но мы не можем все знать и дать ответы на каждую ситуацию. Многое из того, что на земле мы не узнаем, мы узнаем там. Правда? Вот. И помните такого Авраама, да, мы вспоминали его, Исаака и Якова. И Бог называется Богом Авраама и Богом Исаака и Богом и Якова. И часто, когда Бог обращался к людям, Он называл себя, да, мы молимся так, Бог наших отцов. Что это были за люди? Это были люди, Авраам это был тот человек, который имел отношение с Богом и Бог показывал, что он имеет, Бог показывал, что он подчеркивал, что он имеет связь с этим праведником, он имеет связь с Авраамом и то, что я даю Аврааму, вот, оно действительно благословение. И мы можем вспомнить, что все, к чему прикасался Авраам, все, что было Аврааму, оно было очень большим благословением для многих-многих людей, которые были вокруг него. И это благословение, оно перетекало на его сына Исаака, потом на Якова и так далее. Я хочу, я хочу, чтобы мы с вами рассмотрели одну историю, когда Авраам и Сара, они вышли из Ура Халдейского, когда они услышали призыв Бога, они пришли в землю Хананскую, и там Авраам создал жертвенник, и Бог явился ему. И вот интересно, что с ними был его родного брата Арана, а как вы догадались? С ними был сын его родного брата Арана, Лот, его племянник. Ну, папа Лота умер, Аран, и вот так получилось, что Лота воспитывали уже Авраам и Сара, и они проходили вместе огромное расстояние по пустыням, по горным склонам. Вот, и Лот видел, как Бог благословляет Авраама, он учился у своего дяди, который впоследствии, ну, я верю, что он становился ему духовным отцом постепенно, судя из событий, которые дальше происходили. И вот, когда мы с вами прочитаем несколько стихов из книги Бытия с 13 главы, то мы с вами увидим, что Лот, он, находясь возле Авраама, которого Бог начал благословлять, Лот тоже начал постепенно чуть-чуть благословляться, обогащаться и крупным скотом, и мелким скотом. Давайте откроем Бытие 13 глава. Это тоже очень интересная история. И поднялся Авраам из Египта и сам и жена его и все, что у него было и Лот с ним на юг. С первого стиха. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом, и продолжал он переходы свои от юга до Вифиля до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале, и там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И дальше мы с вами читаем шестой стих. То есть вы видите, что происходит. Да? Лот, который был с Авраамом, который ходил с Авраамом, вы видите, у него тоже появился мелкий и крупный скот. И дальше «И непоместительная была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе». И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова и Хананей и Ферезей жили тогда в той земле. Посмотрите, пожалуйста, очень интересная ситуация, очень интересная такая картина, потому что когда мы с вами прочтем шестой стих, я понимаю, что настоящая причина разногласия и спора между пастухами Авраама и пастухами Лота была не только в том, что не было мест для пастбища и были скудные источники воды, не было пастбища для скота, не могли пасти скот в одной и той же местности и так далее. То есть мы настоящую причину разберем, но вот с этого момента, вот с этого момента, со седьмого стиха, когда начался спор между пастухами Авраама и пастухами Лота, у Лота я вижу по Писанию одну сплошную несчастную полосу, просто какой-то иудейский блокбастер, триллер, можно сказать. что вообще происходило в жизни Лота? Да, начинаются у Лота одни несчастья. Бог был, Авраам был верен Богу и Бог благословлял все, что вокруг Авраама, а Лот просто был рядом, учился, жил, вот чему-то же наверное учился у Авраама, правда? Если у него был мелкий и крупный скот, вот, и пастухи уже, чему-то он учился наверное, старался наверное быть послушным, но как мы говорили, овца уточнела, вот, ну может это не напрямую подходит к Лоту, но может быть больше и к нам, вот, но мы видим что произошло, обогащение, уверенность в себе, где-то конечно же неблагодарность, вот, и все, что происходило между Лотом и Авраамом, все это привело к раздору, все это привело даже к бунтовству Лота по отношению к Аврааму, я сразу вспоминаю историю о блудном сыне, да, вообще история, которую можно рассматривать с разных сторон, с разных ракурсов, история отношений отца, старшего сына, младшего сына, вот, и очень сильно также очень, ну, касается нашего еврейского движения, еврейского служения, вот, ну, мы помним ту историю, а что же Авраам, восьмой стих, то есть, Лот понятно, а что Авраам, Авраам сказал Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники, посмотрите, как поступает Авраам, он говорит о том, что мы родственники, то есть, Авраам, как старший в семье, Авраам, как родитель, как духовный отец, он готов уступить, он, он говорит, не нужно нам ссориться, не нужно враждовать, мы же вообще родные, мы же вообще семья, как мы можем вообще в нашей семье ссориться, нужно исправить эту ситуацию, и дальше мы с вами читаем, что он предпринимает для того, чтобы этот раздор потушить, не вся ли земля перед тобою, отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево, да, то есть, мы видим, что Авраам, он как любящий отец, несмотря на то, что он видит такое отношение к себе по отношению своего дорогого племяша, воспитал на свою голову, вот, но тем не менее, он идет на уступки, и он хочет разрешить этот конфликт, он не остается безразличным, не остается равнодушным к членам своей семьи, и давайте дальше прочитаем, Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, то есть, Авраам ему предлагает, хотя мог бы поступить наоборот, да, мог бы взять право ответственность на себя, выбрать, что тебе надо, сынок, но он здесь уступает право Лоту, чтобы сам Лот определился, выбирай, да, во втором законе написано, выбери жизнь, или смерть, благословение или проклятие, добро и зло сегодня я тебе предлагаю, эти Божьи просто слова, напоминания для нас, они всегда, чтобы звучали в нашем хождении перед ним, потому что в нашей жизни всегда будет какой-то выбор, мы всегда будем что-то с вами выбирать, когда мы идем с вами в магазин, мы что-то выбираем, что купить, правда, и мы смотрим, когда мы покупаем какую-то вещь, мы смотрим, что мы выбираем, когда мы включаем телевизор, если вы включаете телевизор, вы смотрите, что там смотреть, правда, вы выбираете, поэтому Авраам предоставил право выбора племяша, ну и давайте мы после перерыва продолжим, перерыв, премьер, чтобы премьерская перерыва премьерская